Всем привет! Мы выезжаем, уже едем по Барнаулу и сегодня мы едем в Белокурику. Да, мы едем на три дня. Мы живем в той же квартире, где жили родители на Мясниково, поэтому мы будем снимать наши каникулы. К нам приехали питерские, к нам приехали новые друзья. Да, мы будем показывать Алтай. В общем, пока Лера пошла в туалет, у нас первая остановка была очень быстро, через 15 минут мы приехали в Облепиху, но я думаю, что это ненадолго и мы скоро поедем дальше. Мы приехали в Биск, да, наша старая остановка это Биск. Мы заехали первый раз вообще не с той стороны, мы тут не были. Да, мы заехали с другой стороны, вот с этой стороны мы заехали. Нам сказали, что у нас есть 15 минут стоить в туалет перекусить. Вот, и потом мы направляемся в Белокурику. На улице становится все холоднее и холоднее. В автобусе, кстати, очень холодно, ехать с окна дует. Да, с окна очень дует, поэтому... Он замерзл чуть-чуть. Одевайтесь теплее в автобусе. Девчонки послушали меня, делали колготки. Я путешествую не с практикой. С опыта. Вот мы заехали уже в Белокурику, в квартиру. На улице темно, поэтому на улице сейчас уже снимать не ничего. Вот такая здесь кухня. Вот такой вот у нас коридор Екатерина. Вот такая комната, так же, как все было в прошлый раз у папы. Так, где тут светильник, я не вижу. Вот такая комната, кстати, очень классная. Мы с Лерой. Может быть, не мы. Вот такая вот. Вот такой вот здесь зал. Девочки, я не понимаю, где тут свет. А, ладно. Вот такой вот здесь зал, квартира очень большая. Мы отдали за нее, я отдала за нее на 2 суток. Так, 400. У меня, кстати, вышло нормально. 7100 человек. И получается по 400 рублей с человеку. Вот такой вот зал. Вот так вот. Завтра у нас будут приключения. Короче, мы собрались. Сейчас мы пойдем покорять Белокуриху. Сейчас мы пойдем сначала, наверное, прогуляемся в этот центр. Там погуляем. Завтра мы поедем на этом, на подъемнике наверх вон той горы. Вот в Белокурихе ничего не поменялось. Такая же. Такой же санаторий стоит в Белокурихе. Такой же старенький. Такой же центр. И вот мы гуляем. Пойдем, может быть, на гору. Вот мы идем по тропе здоровья. Она называется. Вот такая вот здесь кругом красота. Снежочек. Елочка заболела очень красиво. Вау. Очень красиво. Белокуриха вообще супер. Мы зашли в магазинчик. Скупили полмагазина. Да, уже купили чай. Потратили деньги. Опять непонятно, есть что. Всякие деревяшки, крема. Еще мы ходили на улицу в магазин. Там мы купили недолго. Это очень дешевый магазинчик. И он находится... Вот, короче, напротив рынок стоит и вот этот магазин. И вот мы смотрели, короче, у нас друг купила такие с горы Алтая за 400-500 рублей. А здесь она стоит 140 рублей всего. И очень дешево. Реально. И подставки... Я вам точку отмечу на карте. И... Приходите сюда. Вот этот магазинчик. Вот так вот он выглядит. Он находится, получается, вот, напротив ярмарки. Вот в этой ярмарке дороже, чем в этом магазинчике. И вот так вот выглядит. То есть вот дорога. Вот такие здания вокруг. И вот здесь можно найти. Находимся в самом центре Белокурихи. Ну, как в курортной, может... Ну, это не центр, в курортной зоне мы находимся. Сейчас зашли мы в кафешку, в которой мы постоянно продлительными дели. Там входит средний чек где-то полторы тысячи рублей. Он очень дорогой, поэтому мы вышли оттуда. Так как мы не сильно богатые студенты. Вот так вот все выглядит. Уже не так все наряжено, потому что, скорее всего, прошли каникулы. Ой, выходные, и все прошло, и поэтому все сняли. Мы пошли из-за какого-то кафешки. Называется Мехико. И посмотрим, что нас ждет там. Зашли в кафешку под названием Мехико. Здесь вот такой средний чек. То есть, например, возьмем, что есть у нас шашлык из цыпленка, 350 рублей. То есть, ну, это самая такая оптимальная цена, нормально все это. Вот такая карта бара. Вот так он выглядит. Вот так он выглядит. В принципе, очень прикольно, красиво. Такую нам прелесть принесли. И мы покушали, все взяли соляночку. Кто-то взял там какой-то непонятный суп мексиканский. Вот я взяла шашлочки из курицы. Ну, как бы цена здесь не такая уж и дешевая. Мы идем в сауну по вот таким интересным местам. Мы думаем, что если вдруг мы увидим собаку, то это будет не собака, а это будет шашлык. Да, по последним новостям мы узнали, что в Белокурихе гуляют волки. Но мы бесстрашны. Да, мы боевые. Мы боевые девчонки, поэтому мы идем. Вот такая здесь у нас сауна. Вот. Вот такая сауна вот здесь вот. О, тепло. Вот такой бассейн. Здесь он у нас холодный, очень длинный. Типеры делятся. А что, а ушка нет? Прикута нет, уже смотрели. Вот и такой зал. И ты такая прихожая. Там туалет. Давай помой, при меня. Я же все-таки началась. Всем привет. Мы полегаем сегодня. Мы в Белокурике. 20-21. В данный момент мы отдыхаем в самом прекрасном доме. Вот мы приехали на подъем. Благодарь. Вот там вот едут люди. Правда, на самом деле народу нет, потому что идет снег. Мы думали, что он вообще не работает. Но он работает, и нам повезло. Сейчас мы ждем остальных наших друзей. И пойдем покупать билеты. Мы забираемся на гору, на церковку. Вот такой вот туман. Ничего не видно. Вот. Мы, конечно, немножечко неправильно сделали, что поехали, когда пошел снег. Но зато как красиво, как красиво. Так, 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 так. Тихо, осторожно, телефон. Вот так вот. Снимем вам уже на горе. Вот мы и добрались до горы. До церковки. Вот так вот тут все стало. Раньше все было по-другому. Вот такой вот вид. Ничего не видно. Но очень красиво, да. Вот подъемники. Сегодня вот такая вот снежная погодка. Вот мы добрались до церковки. Сейчас мы идем посмотреть двух братьев. Вот снег вообще выпало. А? Девчонки повалялись в снегу. Вот. Мы идем. Ничего не видно. Вообще туман. Просто какая-то стена. Вот. И так вообще классно. Тропинки очень маленькие. Скользкие, очень скользкие. А так вообще красота. Ну, не побывать в Белокурихе на церковке в такое время, когда зима. Ну, это просто. Это не побывать в Белокурихе. Потому что очень красиво. И еще погода такая прям вообще классная. Теплая. Супер. А вот сейчас местные туристы вешают вместо... Что там? Вместо всяких завязочек там. Ленточек. Вешают маски. Вот. Таким образом, как это сделает Екатерина. Все вешают масочки. Вот мы дошли до той самой церковки. Вот стоит крестик. Это самое высокое место на этой горе. Вот. Вот так вот все тут находится. Очень красиво. Вообще классно. Вот. И сейчас пойдем дальше. А вот так вот Лера обманывает птиц. Я королева Тайги. Родные. Семечка. Вот. Видите, как много птичек. Ну, прости меня. Они на тебя обидятся. У меня там телефон чуть-чуть упал. Девочки! Питер в шоке. Мы приземлились. Теперь мы вызываем такси. Едем на вокзал. Пора покупать девчонкам билеты. И потом мы идем кушать. Очень тепло на горе. Было очень классно. Здесь снег такой. Просто обязательно нужно съездить зимой. Потому что здесь снег уже не такой чистый. А там, правда, он береги. Еще приедете. Лера плачет. Лера плачет. Опять? Лера, мы пиво в Авиа приедем здесь. Я не могу. Ну, как приедем, сразу поняла. В Авиа пиво пиво. Всем пока-пока. Питер машет нас. До свидания. Спасибо, что мы приехали. Спасибо. Да, в следующий раз поедем в Горный Алтай. В следующий раз поедем в Питер. Сначала в Питер, потом в Горный. Мы в Горный, надо лезть. А потом опять. И по новой. Купите в Минске денег и приезжайте. Накопите 20 тысяч рублей. Мы зашли в гостиницу Россия. Вот так вот тут, в принципе, как всегда. На Новый год тут все наряжают. Вот такая здесь красота. Россия так и стоит. Это же Россия? Да, да. Она так и стоит. Боулинг, караоке, бар, сок. И все то же самое здесь осталось. Показывала? Да. Все, мы доехали до Бийска. Сейчас мы находимся в Бийске. Советили Саню. Разлука была недолгой. Да, сейчас нам осталось еще 3-4 часа ехать до Барнаула. И мы будем на месте. Девчонок мы уже проводили. Саша, у нас остается одна, которая сейчас заедет до Новосибирска. У нее самолет 8 вечера. И все. Девчонок мы приехали в Барнаул. Нас встретил папа. И все. Наше путешествие закончено. Всем большое спасибо. До новых приключений. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»